ДТП Как вы думаете, что общего между этими ДТП? Как водители, так и пешеходы были невнимательными на дороге. В новом выпуске ГАИ на связи мы подробнее поговорим о том, как не потерять концентрацию и не попасть в аварию. ДТП Обычная ситуация. Водитель одешил на светофоре полистать ленту в соцсетях или вдруг поступил очень важный звонок. Ну как тут не ответить? Вот только это один из основных факторов ДТП. Знаете, автомобилист, который отвлекается на гаджеты, показывает такой же уровень рассеянности внимания, как и пьяный за рулем. Вообще, конечно, пунктом 2.7 правил дорожного движения разговор по громкой связи не запрещен. Если, допустим, ваша машина оборудована таким, как блютуз, либо блютуз в наушниках, что ваши руки находятся на руле, это не запрещено, но это все же опасно. В лучшем случае, конечно, водитель отвлекается не на то, что он конкретно держит в руках телефон, а непосредственно на сам разговор отвлекается. Вообще, дело в том, что мы с вами при получении информации, которая для нас важна, которую мы считаем важной, актуальной, мы поневоле забываем и уже не видим окружающих нас, а точнее окружающий поток вокруг нас. То же самое относится и к другим участникам дорожного движения. В чем основная ошибка пешеходов. Многие думают, что если загорелся зеленый сигнал, значит, можно смело переходить дорогу. А теперь посмотрите на эти кадры. Многие помнят этот страшный случай. Пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. К счастью, такое случается нечасто, но нужно всегда быть внимательным на дороге. Также пешеходам пешеходам очень опасно. При прохождении пешеходного перехода зачастую смотрят в телефон, наушниках, слушают громко музыку, не видят, не слышат приближающееся транспортное средство и вовремя не успевают, естественно, убедиться в своей безопасности. Разговаривает по телефону. Посмотрел налево-направо? Ну, направо посмотрел, налево забыл. Какие еще бывают отвлекающие факторы? На самом деле есть очень много неочевидных моментов. Например, радио, курение за рулем, дети в салоне, висящие ароматизаторы на зеркале заднего вида, разговор с пассажиром и даже другие водители. Звуковой сигнал водитель имеет право использовать в населенном пункте только для предотвращения ДТП. Но, к сожалению, наши водители зачастую сигналят, когда здороваются друг с другом, либо когда, наоборот, злостно другим водителям начинают сигналить, что он как раз таки, что он поздно начал движение, что он поздно там перестроился, либо в наглую перестроился. То есть, действительно, они начинают злоупотреблять звуковым сигналом. Исходя из вашей практики, часто ли вы сталкивались с тем, что пешеходы и автомобилисты сидят в телефонах, отвлекаются? Вообще, конечно, этот момент присутствует при участии в дорожном движении. Но надо отметить тот момент, что водитель или пешеход никогда не сознается, что этот предмет его отвлекает. Я всегда, даже проводя мероприятия по безопасности дорожного движения в больших аудиториях, мне вопрос задают, говорят, вот у меня, говорит, телефон не отвлекает. Я говорю, ну вы представьте момент, вы заходите в магазин, и продавец разговаривает по телефону. Он вас не слышит, продавец. И вас это начинает потихоньку злить от того, что продавец отвлекается не на вас, а на разговоры по телефону. Так же и здесь. Телефон он отвлекает. Но, к сожалению, не все признают, что это действительно идет отвлечение. Что в таком случае говорит закон? За использование телефона во время вождения вам грозит штраф полторы тысячи рублей. Но, если у вас есть гарнитура, которая позволяет не держать гаджет в руке, наказания не будет. Естественно, разговор по громкой связи не снизит риск оказаться в ДТП. Напоследок расскажем, что было на дорогах Бурятии за прошедшую неделю. С 6 по 12 июня на территории Республики Бурятия сотрудниками госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением выявили 2241 нарушение правил дорожного движения. В том числе задержали и отстранили от права управления транспортным средством 164 водителя, которые на момент задержания находились в состоянии опьянения. Из этих 164 водителей 15 водителей будут привлечены уже к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в течение года. Также им грозит, помимо уголовной ответственности, грозит конфискация транспортного средства в фонд государства. За этот период времени произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, к сожалению, 2 человека погибли, и 17 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. В Севербайкальском районе, в городе Нижний Ангарск, водитель 2006 года рождения, предварительно не справился с рулевым управлением, совершил наезд на препятствия электроопору. В результате ДТП погиб его пассажир. Находился ли водитель в состоянии опьянения, установил специальный забор крови в медицинском учреждении, куда и был доставлен тоже и водитель транспортного средства. Второе ДТП у нас произошло в Кижингинском районе. В селе Кижинга водитель 1947 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2106, совершил наезд на женщину 1954 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Уважаемые участники дорожного движения, пешеходы, всегда пересекайте проезжую часть только по пешеходному переходу. Если пешеходный переход регулируемый, то на свой разрешающий сигнал светофора. Лишь только после того, как убедитесь в безопасности своего перехода. Уважаемые водители, подъезжая к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, снижайте скорость движения, пропускайте пешеходов. Уважаемые родители, проводите с детьми дополнительные беседы. Не стесняйтесь детям рассказывать о правильном их поведении на проезжей части. Не повторяйте чужих ошибок. Счастливого и безопасного вам пути. Берегите себя. КОНЕЦ